В 2025 году в стране не останется ни одного МУПа. Таков закон. Избежать реструктуризации или ликвидации не сможет ни одно муниципальное унитарное предприятие. МУП «Городские бани», по словам его руководителя, к изменению формы собственности не просто готова, а ждет его с нетерпением. Приватизация откроет предприятию новые возможности, уверен Василий Ласточкин. Как муниципальное предприятие не имеет возможности на субсидии, заимобрать, изменение формы собственности, представлять собой, когда будет переверена реконструкция, привлекать с инвесторов. Особенно это актуально для реализации нового проекта «Бань Сарова – городские термы». По задумке это будет комплекс для отдыха всей семьей, но чтобы воплотить его в жизнь, нужны инвестиции. Привлечь, которое будет возможно, когда «Бани Сарова» станут акционерным обществом. Готова к реструктуризации и товарная база. Там тоже уверены, что изменения позволят привлекать новые инвестиции. Единственное, по словам директора предприятия, что смущает – форма собственности АО. По мнению Сергея Поздяева, ООО было бы уместнее. Самое важное – при реструктуризации не потерять ни одного вида деятельности и не разбить их на разные предприятия. Чтобы сохранить все свои виды деятельности, у нас их три. Есть риски, если все эти, допустим, виды деятельности разделить каким-то образом, то один вид деятельности, он сложно ему будет выжить без других. Депутаты выслушали позиции директоров МУПов, но решения о внесении предприятий в прогнозный план приватизации пока не приняли. Хотя вопрос ликвидации МУПов они обсуждают уже несколько лет, четкого понимания, как будет происходить процесс, у народных избранников нет. Почему два из шести предприятий в прогнозный план предлагается включить, а остальные просто игнорируются? То есть какая концепция, сколько, куда здесь мы движемся вообще в этом направлении? Форма собственности – еще один дискуссионный вопрос. Сегодня мне вот до сих пор непонятно, почему так, а не иначе. Почему написано АО, значит, опять, вроде бы спешка есть, с другой стороны, МУП ТРВ, когда мы приняли в прогнозный план приватизации? Ну, в первом году. Ну, случилось изменение формы собственности МУП ТРВ по сей день? Нет. Как всегда, когда в рамках заседания комитета не получается прийти к единому решению, депутаты создали очередную рабочую группу. Обсуждать судьбу МУПов продолжат на ней. Между тем, на реструктуризацию муниципальных предприятий остается всего полтора года. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.